Приветище! Это LEGO Fortnite и мы продолжаем. Внимательные товарищи уже заметили, что у меня новый скинчик, я похож на Лешева, но нет, это ёлка. Я в костюме ёлки, но можешь меня называть Буратино-Леший. Очень похож на самом-то деле. Значит, что я тут понадел? Немножечко расширил грядочки свои, потому что много было удобрений у меня в кармашке. Понаделал сундучков везде и вся, чтобы было удобно выбрасывать всё из своих карманов. То есть здесь понятно, да, у меня барахло всякое, это у нас кухня, сюда всё, что связано с кухней, складываю. Помимо этого, мне ещё в комментариях написали, что если класть поломанные вещи в сундук и потом этот сундук сломать, конечно же, своими руками, то эти вещи должны починиться. Сейчас мы это проверим. Надеюсь, я там ничего не потеряю. Всё, вывалилось, смотрим. Всё починилось, прикинь. А нет, раскатал я губу. У меня просто тут два топора, а я не увидел, что вот этот топорик-то сюда... Не сработало, не фуручит это всё дело. Возможно, меня одурачили, либо я что-то не так сделал. А ещё ко мне забрёл фермер. И я дико хочу его позвать к себе в поселение, но, увы, не могу, потому что нужно сделать расширение. А для этого мне нужен мрамор. Пойдём делать мраморную кирку. Без неё никак не добыть этот долбанный мрамор. Нужна кость и палка из корневяза. Нет проблем, костей у меня завались. Палка из корневяза тоже уже сделана, потому что корневяз мы добыли в прошлой серии. Осталось только всё это соединить. Вот так-то. А чё у меня здесь? Длинный меч, который наносит пять урона. Неплохо. И арбалет, который семь урона. Но для арбалета нужна бичёва. Её сделаем чуть позже, а длинный меч можно сделать, в принципе, и сейчас. Ну чё, пойдём в пещеру. Будем добывать мрамор. Вот они, наши белые камни. Из которых должны сцепаться мраморные камни. Ого, как долго их долбить надо. Вот и мрамор. Всё, никаких проблем. Берём в левую руку факел, и так будет мне проще. До этого достану? Нет. Чтобы до них достать, скорее всего, нужно лесенку строить. Но дерево я с собой не захватил. Ну вот, тут же деревяшки лежат. Давай мы их сейчас насобираем и сделаем лесенку. А может быть, даже и мостик. Ну вот, теперь можно попробовать и лесенку соорудить. Вот такую вот простую. Низковато будет. Строим её вот здесь. Очень высокая получилась. Но это даже к месту. О бля, вот и добрались до сундука. А здесь у нас корневя с паутиной грибочки. Ломаем его, чё? Сейчас ещё и лестницу придётся поломать. Нашёл ещё один сундучок. Посмотрим, что в нём скрывается. Быстренько построили всё, допрыгнули. И смотрим. Мрамор. Ух, да, это что? Хлеб. Плюс 10 к здоровью и плюс 10 к еде. Ничего себе, он то есть мне придаст. Плюс 10 сердечек временных? Да мощно. Ты не поверишь, но я нашёл ещё один сундук совсем рядом. Вот здесь вот сундук, который только что достали. А тут уже другой. Сколько этих сундуков? Яр, в прошлый раз я всего один увидел. А теперь их тут тьма тьмущая просто. Смотрим, здесь порох. Снежная ягода. Вот эти кирки можно, в принципе, выкинуть и ставить тут. А семена забираем, и вот это что? Прескучий нектар. Он постепенно восстанавливает здоровье. Своего рода это отхилка, короче. Ну всё, большая часть сундуков я тут зачистил. Надеюсь, можно выходить. Блин, вот это мне, конечно, повезло с одной стороны. А с другой стороны не очень повезло, потому что у меня сумки забиты. Сейчас придётся что-то выкидывать, наверное. Ах... Конечно, есть у меня одна идейка. Не открывать сейчас этот сундук, который мне покажет вот эта фея. Поставить там флажочек, сбегать домой, потом к этому флажочку прийти. О, блин, костёр. Прямо сюда, прямо на костёр мне показываешь? Зачем мне к этим бандитам? Учитывая, что у меня крутой меч, в принципе, я их раскидал очень неплохо. Нафига она мне привела к костру, скажите мне? Зачем мне этот костёр? Может, она намеренно меня привела к этим бандитам? А что стряслось? Какой-то звук странный. Это шерсть. Тут ничего так... Как будто в этом кусте что-то есть. Да нету там ничего. Давай тогда вот этот костёр сломаем. И тут тоже, в принципе, ничего. Хм, странно. Пока я с этой стороны предлагаю сделать здесь лесенку себе. Вот таким вот образом. Осталось только на неё запрыгнуть и всё, в принципе. Ну, надеюсь, что скелетам не хватит ума, что нужно сбоку просто запрыгнуть. Вот так вот. И подняться. Посмотрим, как будет дальше. Всем привет! Фермера у меня нет, но появился кто-то новый. Сайлас. А, это путешественник. Мы его уже увидели. Снова к нам забрёл. Итак, смотрим. Для улучшения. Мрамора достаточно. Досок у меня тоже, в принципе, достаточно. Корневяз есть. Осталось только просто поселение улучшить. И всё. Пойду, короче, домой. Занесу все ценные штучки. Типа вот такого вот. Также выложу всё съедобное, что добыл. Это грибы. У меня грибов целая куча. Офигеть. Кукуруза. А вот зёрна надо посадить. У меня тут, смотри, уже что выросло. Сколько пшеницы надо собрать. Тыковка. Кукуруза. Ещё одна кукуруза. Ещё тыковка. Малинка. Пшеничка. А вот это теперь засаживаем. Ферма-то у меня процветает. Вечер. Звёзды. И можно поужинать. Сготовлю я на ужин початок кукурузы. Он, кстати, энергию поднимает. Очень здорово. Давай на всех сготовим. На всё орау, как говорится. А я уже голодный. Хочу есть. Так что первый початок кукурузы будет моим. Сожру и посмотрю, что он нам... Какой эффект у нас будет. Мы теперь на две минуты более выносливы. Читож, ребята, подходите, берите. Вот, стол готов. Тут, кстати, постоянно кто-то за столом сидит. А мне нужно, наверное, тут изгородь сделать для нашего огородика. Значит, делаем вот такую вот. Очень длинную. Шлёп. Дальше уголок. А, уголок из бревна делается. Блин, бревно-то я ещё... Надеюсь, не всё там распилилось бревно. Верните мне бревно, пожалуйста. Насчёт, кстати, факелов. Мне говорили, раскидай их вокруг своего поселения. Ну, то есть, вот так вот просто кинем. Он будет освещать, во-первых, всё. А, во-вторых, будет греть. Так что, наверное, ещё один факел вот сюда кину. Хоп. Ну, вот, неплохо. Вот чёрт. На нас напали, но я отбился. Поздно вы бежите. Поздно, ребята. Продолжаем строительство нашего милого заборчика. Тут у нас разворот. Не слишком круто получается, поэтому... Нам надо будет сейчас разбить вот это. Ёлки-палки. Это была очень плохая идея. У меня аж тут даже что-то проросло. Ну, оно... Надо срубить это. Ну, вот. Восстанавливаем. Это была тупая идея ломать забор рядом с моим огородом. Заново придётся всё садить. Итак, я хотел прямо вот по углу сделать. То есть, вот. И вот от этого уголка строить. Заодно и поселение развивается. Надо будет, конечно, ещё хижину построить, так как в поселении больше людей стало. Но об этом чуть позже. Ну, вот, собственно, и всё. Огород постро... Забор, точнее, для огорода построен. Единственный минус. У меня тут кое-что не влазит. Ну, оставлю вот это место под ворота, короче. Типа сюда заходить. Вот так вот. По-моему, вышло мило. Вот тут вот, правда, скосил. Но ломать я это не буду, а то... А, ну это тоже скосил. Тут ландшафт неровный, короче. Это не я скосил. Теперь я хочу, знаешь, что сделать? К себе домой поставить более навороченную кровать. Вот такую вот. Но это потом. Но сперва нужно сделать шкаф. Скромный шкаф. В нём должно быть больше места. Есть ещё модный комод, о котором я так долго мечтал, чтобы поставить его вместо вот этого. Поэтому сейчас у нас дома будет небольшая переделочка. Это мы ломаем. Тихонечко. А, комодик сюда отлично вписывается. Вот. И теперь, да, я сюда могу складывать свои вещи. Например, тот же меч вот этот и щит. Я всё равно, по большей части, без щита бегаю. Уворачиваться люблю. Также старый топорик. Ну и всё, наверное. На этом отсюда всё забираем. Ой, я и забыл, что тут тоже щит есть. Ломаем. Странно, что когда ты мебель ломаешь у себя дома, да? У тебя не рушатся стены твоего дома. Как это только что произошло у меня с забором и грядкой. И ставим сюда замечу... А, он, прикинь, не влазит по ширине, что ли? А, нет, он по толщине просто очень толстый. Хотя нет, зазор вон остался. Ну как так? Ну почему? А, из-за окна, наверное. Да, тут окно выступает, поэтому так. Ладно, будет там грязюка. Похранили ещё, ёлки-палки. Такой же, как в сундуке. Зачем я тогда переделывал это всё? Такая громадина у меня теперь будет стоять. Лучше тогда уж сундук оставили бы. Кстати, вот это, косточка снежной ягоды. Пойду её посажу. Я же это... Она нам точно пригодится. Вот, пускай растёт тут. Слушай, поскольку у нас тут стол стоит, предлагаю тут на столе сделать разделочную доску из мрамора и набор для завтрака поставить. То есть набор для завтрака у нас будет вот там стоять. А разделочная доска вот здесь, рядом с грилем. Ну, а теперь надо осваивать вот это вот место. Собственно, то, для чего я его и строил. Дом для моих гостей. Причём строить я его буду сейчас сам. Не по чертежам. Сперва делаем пол. Хотя нет, давай вначале стены. Потому что там, где будут стоять стены, пол не нужен. Правильно же? Вот, два окна. Отлично, они сюда вписываются. Совсем с краю не буду делать. Немножечко отступлю. А то, мало ли. Да, вот так пойдёт. Теперь с этой стороны. А у нас уголки есть? То есть вот так я не могу построить. Какие-нибудь блоки для стен у меня есть? Ну, только если вот такой вот. Давай его тогда поставим. И пробуем ещё раз. Во! Всё сходится. Отлично. Значит, окна у нас тут в углу будет. Дальше просто стена без всего. Потом одно окно, выходящее на грядку. Желательно разместить где-то здесь. Поэтому делаем сейчас уголок. А тут стенку нарастить. Таким вот макаром. Опля. Ну, сюда не влезло чуть-чуть. Эх. Давай-ка вот это сломаем. Подвинем. Ну, сейчас трасса. Ой-ой-ой, сколько тут ещё? Случайно дерево сломал. Блин. Не круто вышло. Но ничего. Древизина нам нужна сейчас. Делаем ещё одну штуку. И ставим всё сюда. Во! Блин, огромный домичий у меня получается. Теперь наращиваем тут стеночки. И тут вот как раз одно окно вписывается. Во! Во! А я, кстати, уже улучшил поселение. Надо бы прокачать его. Тут ко мне кто-нибудь пришёл? Не, пока никто не пришёл. Ну чё, улучшаем, значит. А, доски нужны. Пойду за досками сбегаю. Ха, которых у меня, собственно, нет. Кто-то у меня распилом занимается. По-моему, ты. Есть чё-нибудь? О, доски, спасибо. Сколько досок? 12! Дамы и господа, наша деревня сегодня улучшается. Пятый уровень! Бревенчатый огромный дом открыл. И там куча ещё чего-чего-чего-чего. Бунгало! Вау! Давай смотреть, короче. О, стены из кирпича. Блин, немножко я поторопился строить дом. Ну ладно, у меня всё есть дерево, у меня всё по стилистике. Деревня всё-таки, а не город, правильно? Поэтому какие кирпички? Блин, ты посмотри на это бунгало. Примерно вот такой же дом. Это не бунгало, это современный дом, я хочу тебе сказать. Почему бунгало-то оно называется? Тут ещё гаража сбоку не хватает для тачки. О, прикольно. Кресла, диваны появились. Светильнички. Коврик даже появился, надо же. Тут что, книжки всякие. Хочу почитать, что ещё пятый уровень нам даёт. Место, которое нельзя пропустить. В поселение будут заглядывать более редкие исследователи. Даже такие бывают. Вот это да, это очень хорошо. Полоценный отдых. Жители получают бонус к здоровью и защите. Ну это плюс один поселенец. Ну и улучшения для дома. Ясно, дальше у нас какое улучшение. Что там вообще требуется? Корни вяз и гранитный блок. Используется в строительстве, можно добыть из гранита. Что как бы логично. А как его добыть? Скорее всего из камня дробилки, которую надо бы построить. Чёрт. Мне придётся делать теперь сарай. Огромный такой сарай. Можно даже не заморачиваться его из каких-нибудь обломков. Сделать вот таких вот. Сейчас продолжу тут. Ну, пойдёт. Вот такенную крышу. И в принципе, это уже более-менее становится похоже на сарайчик. Для камня дробилки нужен корневяз, мрамор. Блин, мрамора я, конечно, походу много потратил. Корневяз у меня ещё есть. Придётся сбегать в пещеру. Но не в эту, в которой мы уже были, а немножечко в другую. Где я оставлял флаг. То есть вот в эту пещеру. Надо сейчас по максимуму всё здесь оставить. Сделать новые инструменты, чтобы у меня там ничего не поломалось, не отломалось. О, кстати, я же себе могу новый амулет здоровья сделать. Мне только нужна шёлковая нить. Вот, у меня её тут достаточно. Я напрялки сделал. Так что вперёд. Новый амулет у меня теперь есть. Где он у меня? Надеваем. Я его ещё и в дополнительную ячейку шлёпнул. Круто. Теперь у меня, смотри, сколько сердец. Шесть штук. Давай я ещё один амулет здоровья замучу. И будет у меня тогда восемь сердец, правильно же? Ого, восемь сердец. Круто. Надо пожрать. Ну вот, я готов к путешествию. Сумки почистил. Бежим. Чё-то я передумал, пока бежать. Решил вернуться за Мяускулом. А то одному чё-то в этот раз скучно идти. Единственное, чё я хочу ему, это передать меч. А то он с киркой. Блин, здесь нету обычного... В смысле? Сейчас надо чё-то оставить, короче, здесь. Во, вот он появился. Держи вот этот меч. И я бы ему ещё один дал, наверное. Вот. Ну, высо, теперь мы вооружены до зубов. Погнали! О, радуга там появилась. Но в радугу, наверное, в этот раз я не побегу. Хотя она по пути даже, я бы сказал. Может и загляну. Значит так, пещера у нас вон там. Вон я её даже... Вон она, я крышу вижу. А радуга здесь. Ладно. Добегу вначале до радуги, а потом туда. Вот я и прибежал. Осталось только подняться туда. Конечно же, при помощи нашей крутой лесенки, которую я уже ранее использовал. Всё довольно просто. А вот и я. Здорово. Сейчас буги-вуги затанцуем и давайте мне вещички. Там меч выпал. Здорово. Благодарю вас. Всё, пока. Я помчал. И что-то ещё... А, я упал и что-то себе сломал. Походу, заднее левое колено. Это что, ягодка? Прикинь, курица что-то сожрала. Ягоду какую-то. Курица, отдай мне то, что ты съела. Блин, походу, зря я её гропнул. Не успел подобрать то, что она... Надеюсь, там ничего ценного не было. Я даже не обратил внимания. А это что у нас? Жгучий перчик. Съешьте, чтобы восстановить здоровье, утолить голод и временно повысить сопротивление холоду. Здорово. Меч оставлю для КТ. Теперь надо это всё разобрать. О, ещё и дерево лишнее сломал. Но это было запланировано. Хотя я и не рассчитывал. А теперь со спокойной душой можно пижать и к пещере. Нет, походу, не со спокойной. На тебе вносяру. Думал, у меня нет дальнобойного оружия. Давненько я арбалет не юзал. Красавчик. Мяуску. А там ещё одна псина. У нас вроде не запалила. Просто наукнула. Ух ты. А это что за цветочки? Это даже ягоды, я бы, наверное, сказал. Снежная ягода. Вам холодно, потому что она снежная. Забираем. Ух, как прохладно от неё-то, а. Вот мы и добрались до моего маячка. Сейчас я его уберу. Потому что он нам больше не нужен. Границ, в принципе, и... Вот это выкинуть, это выкинуть. Костя тоже выкинуть. Границ выкинуть. Максимально расчищаем всё, что мне тут не нужно. Вот это я бы сейчас, наверное, отдал мяускулу. Держи. И погнали. Вперёд с песней. Ну, наконец-то, новая пещерочка. Значит, мы пришли сюда за корневязом. Надо было, короче, сделать ещё топорик мяускулу, чтобы он мне помогал тоже рубить. А у меня есть ещё топор? Да, у меня есть, в принципе, топор. Давай вот этот я выкину. А этот ему дам, поломанный. На. Будешь помогать мне рубить. И сейчас мы это вооружение проверим. Вот, корневяз. Мяускул-то где? Давай, добывай. Что-то не хочет он добывать. Не может сюда залезть, что ли? Ладно. Буду сам добывать. Вечно всё приходится делать самому. О, смотри, сколько тут руды. Мяускул, иди сюда. Давай добывать. А, он пошёл... Нет, он добывать. Я думал, от скелетов будет мне помочь. Всё-таки пошёл скелетов добывать. Как же хорошо, когда у тебя есть помощник. Там ещё он. Паучара глазами своими сверкает. Продолжаем добывать мрамор. Во, командная работа, ёлк-пак. Только Мяускул иногда что-то подтупливает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Откуда ж вы берётесь-то, лезете-то? Короче, я знаешь, что подумал? Чтобы в этой пещере не запутаться, можно было бы оставлять факела. Но факел у меня всего один. Поэтому буду оставлять костёр. Вот так. Потом мы пошли сюда. Поднялись. Здесь тоже надо костёр оставить. Вот. Также вот здесь костёрок поставим. Что мы тут были. Собираем древесину обязательно. О, нифига себе. Тут выход есть. Интересно. И куда он нас приведёт? Пойдём, выйдем. Так. Смотрим карту. Ага. То есть в этой пещере мы были, оказались здесь. А это что за точка? Что-то тут интересное. Возможно, даже радуга. Сейчас, надо посмотреть. Радуги вроде не видать. Вот там вот сейчас. Поднимемся на горку и посмотрим. Что же там могло бы быть? Что за облако? Всё равно не видно. Ай, ладно, сбегаю. Интерес превышает потребности в мраморе. Конечно, это не лучшая идея. Бежать с факелом ночью через поле. Ты что встал? Эй. Блин, не ускул ещё. Куда ты делся-то? Он телепортируется и это... А, ну, кстати, ночью, когда много скелетов, волки на них отвлекаются. Так что не страшно. Добежали до этого места. И пока не совсем понимаешь, что здесь у нас. Ещё одна пещера, что ли? Вот, я прям вот тут вот стою. Да, это ещё одна пещера. Ха. А чё она круглая-то? Чё с мюскулом происходит? Смотри. Сейчас я ему помогу. Мюскул, ты чё? Как себя чувствуешь? Давай, подъём. Я так полагаю, что эта пещера как-то связана, может быть, с нашей. Пойду в неё зайду, посмотрю, отличается она чем-нибудь от других. Хм, да нет, вроде. Обычная пещера, ничем не отличающая вообще от других пещер. Сюда мы обязательно потом вернёмся, потому что этот кружочек что-то обозначает, там что-то есть в ней. Сейчас заодно и проверим, останутся ли мои костры там или пещеры постоянно обновляются. Это то самое место, где мы вошли в пещеру, где стоял маячок. И да, пещеры не обновляются. Мои костры остались. Значит, пойдём по ним. По моим кострам. Ух, потёмки какие. Ставим здесь костричи. И лезем наверх. А то там у нас сундучок заждался. Косточка нафиг. Бодрящий нектар, это здорово. Вот меч ещё. Мюсклу его потом отдам. А то что-то он меч не достаёт. Ходит с инструментами, с добывающими инструментами. Засранец. Тут тупичок. О, и выход. Всё, мы нашли выход. Ну, тогда получается, пещера зачищена. Можно отсюда сваливать. Посмотрим, куда этот выход нас привёл. Вижу костёр. Смотрю на карту. Нифига себе. То есть мы были здесь, а теперь я здесь. Где? Фея. Сраная фея. Надеюсь, в этот раз она не приведёт меня к бандитам. Сбегаю. Возьму арбалет на всякий пожар. Кстати, как насчёт попробовать в неё стрельнуть? Сейчас, минутку. Не, бесполезняк. Стрельнул, лопат. Эй! А чё я мёрзну? Обморожение. Я вроде бы с факелом в руках, и нифига, я мёрзну. Но у меня есть классная штука. Вот этот перец. Перец. Погоди, перец. Да, перец от обморожения. Поэтому сюда его. Вроде бы на две минуты должно хватить. Погнали. Хороший перчик мне попался. Блин, и сил нет. О, там костёр горит. Очень хороший перчик мне попался. Только не... Да в смысле я опять мёрзну? Здесь, видимо, очень холодно. Там что-то вон там происходит. Мне прям туда не очень хочется идти. Я сейчас там как отхвачу? Ой, ой, ой. Мне совсем плохо. Зачем ты меня к бандитам опять ведёшь, а? Она реально к бандитам меня опять привела? Костру ихнему. Хух, 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 хух. Какие они мощные. А Мюскул реально долбит киркой. Блин. Где мой арбалет? Мюскул. Там тоже кто-то арбалетом стреляет. У него меч-то прям крутой. А у этого топор. Мюскул, ты там живой? Где Мюскул? Мюскулу походу всё. Ух, всё, надо убежать отсюда. Нафиг, 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 нафиг. Они очень крепкие, они очень сильные. Эта чёртова фея второй раз меня заводит в какую-то западню. Самое обидное, что я там Мюскула потирал, по-моему. Надеюсь, что он домой прибежит. Сейчас. Надо всё-таки вернуться за Мюскулом, посмотреть. Не могу я его бросить. Как так? Пожертвую своими конечностями. Получу обморожение ради Мюскула. Они там стоят. Они стоят. А, вот он Мюскул. Всё, всё, всё хорошо с ним. Возвращаемся. Я так полагаю, здесь холодно, потому что мы подходим к зимнему биому. И становится очень прохладно. А у меня ж ничего нет, кроме бороды зелёной. Во, уже потеплее стало. Вот это хорошо. Осталось только до дома добежать. Сейчас посмотрим, кто там к нам из новых поселенцев пришёл. Я же могу как... Фермер, фермер. Это ж фермер. Ты вернулся. А, это Ромашка. Ромашка. Привет, я Ромашка. Ищи меня среди полей. Ну, она фермер тоже, так что, в принципе, её можно принять. Мне ещё надо тут освоиться. Приятно встретить нового друга. Ты не против, если я переночую в твоём поселении? Нет проблем. Пожалуйста. Давай я тебя приму. Мне фермеры нужны. Я с радостью. А для меня место есть. Да, конечно, есть кровать лишняя. Ух ты, сейчас как лягу на кроватку. Давай, иди беги. Всё, кровать она заняла. А мне нужно построить сейчас камня-дробилку. Ух, какая она здоровая-то. Ладно, ставим её так пока что. Теперь я могу гранитный блок делать. И мраморный блок. А дальше... Что это? Снова радуга появилась. А далеко она? Не видать. На карте не показывают. Не побегу. Нет, не побегу. Спасибо. Мне надо тут разобраться ещё с зернодробилкой. Кстати, у меня же фермер появился. Надо работой её задачить. Помогай поселению. Работа с ресурсами. Работа с едой. Давай работа с едой. Конечно, чем ты со мной поделишься? Ну, я хочу, чтобы ты выращивала еду на ферме нашей. Она, благо, у нас уже имеется. Без проблем. Я с радостью займусь выращиванием культур. Для меня главное, чтобы рядом были взрослые растения. Остальное я беру на себя. Пройдёт один день, и я смогу поделиться урожаем. Отлично. Вот. Вот у тебя взрослые культуры. Собирай, пожалуйста. А готовкой, едой, ну, походу, я буду заниматься. Либо нового поселенца нужно искать. Кстати, насчёт этого. У меня что-то вот-вот-вот-вот. Снежная ягода появилась. Забираем её. И садим косточку бодрящей ягодки. Вот так. Сюда посадим это. Мюскул, иди делами занимайся. Всё, мы никуда не идём. О, у Мюскла появилась работа с едой. Нифига себе, ты тоже, оказывается, фермер? Давай тебя тогда на кухню определим. Иди еду готовь. Он рад. А фермерша уже тут урожаем занимается. Ну, зашибись. Так, возвращаясь, значит, к зернодробилке. Палка, гранитный блок и раковина. Ясно, вот это что у нас? Соковыжималка. Для неё нужен мраморный блок. Ну, до неё пока рановато. Давай мастерить гранитные блоки. Мюскул тут уже что-то готовит. Красавчик. А я пока займусь домом. Зашибись. И дождь пошёл. Как раз всё к месту. Двери. Двери поставлю здесь. Поменьше. Вот такие вот двери, наверное, надо нам. Вот. То есть, теперь у нас есть вход в дом. Но стен ещё пока что маловато. Надо исправить эту ситуацию. Доделываем стеночки. Готово. Эта стенка имейтса. Тут тоже уголочек. Здесь я хочу, знаешь, что сделать? Типа верандочку небольшую. Блин, поторопился я, походу. Хотя нет. Сейчас я проверю. Ой, жрать охота! Э, мюскул. Дай пожрать что-нибудь, а. А то в животе урчит. О, кукурузина. Спасибо. Но этого маловато будет. Ну ладно, сожру всё равно. Так, поскольку у нас тут будет терраса, наверное, надо поставить что-то с окном. Блин, это слишком широко выходит. Я просто хочу здесь ворота поставить. А, но они не вписываются сюда немного. Ладно, тут тогда тоже дверь делаем. А тут продолжаем стенку ставить. Так не очень круто. Хотя. Ну вот. Стеночки готовы. Теперь надо делать веранду. Ты спросишь меня, наверное, а на кой чёрт тебе веранда? Я просто хочу полевую кухню, вот эту, перетащить сюда. Но, как ты видишь, блин, это не так-то просто сделать. Тут, походу, придётся стенку ломать. Или, может быть, тут заборчик поставить? Да, забор был бы неплохо, но надо за доском избегать. Так, стоп. А на веранде у меня будет пол какой-нибудь? Давай-ка сделаем пол. Кстати, а мне интересно, будет ли у меня дверь открываться? Да, слава богу, она открывается. Надо теперь понять, каких размеров будет у нас веранда тут. Я думаю, что... Ух ты, что это было? А чё происходит? А чё всё в тумане? Вообще ни черта не видно. Офигеть. Ладно. Я, короче, думаю, что веранду мы будем делать вот досюда. То есть, чтобы по лестнице вот так подниматься и мимо веранды проходить. Это будет самое то. Единственное, что мне здесь немного не хватает. Всё, придётся вот здесь вот ещё вот так сделать тогда. Вот так тогда ровненько. Лестницу тогда просто перемещу, да и всё. Забор. Снова делаем забор. Ну вот и верандочка готова. То есть, сюда заходишь, кухню оттуда сюда перетащу, и вообще будет камильфон. Но этого маловато. У нас будет ещё второй этаж. И второй этаж у нас будет проходить прямо по веранде. Для этого мне нужны будут столбы. Но это уже в другой серии. Потому что я уже улучшил своё поселение. Надо посмотреть, что там нужно для следующего улучшения. Гранитный блок. 30 штук. А я там сколько сделал? 23. Ещё делается. А, нет, уже не делается. Надо бы сходить гранитный блок добыть. Где-то у меня поломанные кирки. Вот они, кстати, и пригодились, между прочим. Возьму их сразу все. Ну вот и всё. Гранитные блоки я сделал. И можно улучшаться. О, у меня тут, смотри, какой тотем крутой получается. Посмотрим, что мы получили с шестым улучшением. Сложное производство. Жителей можно просить плавить металл, обрабатывать ткани или собирать драгоценные камни. Каменный урожай. Жители, занимающиеся обработкой камня, будут приносить больше видов камня. Очень хорошо. Это пригодится нам. Ну и, собственно, новые детали для строительства домов. Пойдём ещё сходим к нашей фермерши. Спросим у неё, как дела. Чё она там насобирала? Как работа? Получить пшеницу. Спасибо. Не густо, конечно, но ладно. Всего одна пшеница. Забавно. И я думаю, что надо на этом закругляться. В следующей серии я обязательно дострою наш гостевой дом, где будут отдыхать все мои подопечные. В общем, план на будущее ясен. Если тебе понравилось и ты хочешь увидеть дальнейшее прохождение, не забудь поставить лайк и подписаться, если ты ещё этого не сделал, чтобы не пропустить следующего ролика. Так что, до встречи!